Всех приветствую! Это канал Александр Плей, Викинг Музыки. Сегодня мы с вами посмотрим интересную, сложную, сложнейшую, я бы даже сказал, гармонизацию Василька. И посмотрим, что такое тритоновая замена, как ее играть на баяне. Вы все, наверное, про это слышали, мне в комментариях писали, что это такое, Александр. Эту гармонизацию мне прислал подписчик. Спасибо огромное, действительно, человек специалист в этой области. И спасибо, что он с нами поделился этой гармонизацией. Вот, действительно интересно. Мне было самому интересно изучить, познакомиться с этими аккордами. И я, знаете даже, что подумал, товарищи, нам бы надо с вами все арпеджио. Мне, конечно же, в первую очередь поиграть, потому что я не все арпеджио играл. Я имею в виду, понятное дело, мажорные, минорные, но надо еще и все джазовые аккорды. И мне, и вам, естественно, тоже поиграть, как арпеджио, познакомиться с ними. Иначе мы с вами не сможем их использовать в импровизации. А здесь уже встречаются интересные аккорды. Ну что, посмотрим, рискнем. Василия для неподготовленного слушателя может быть шоком. Василия будем играть в следующем джазовом виде. Поехали! Вот такой интересный Василек получается. Смотрите, что здесь получается. Фа-фа-ми у нас мелодия. Ре-ре-до. Фа-фа-ми-ми. Ре-ре-до. Меня многие спрашивают, почему я тут выбрал фа-фа-ми-ми. Василек, там слова не подходят. Но это из сборника я взял. И просто уж мы ввели тут несколько нот. Ладно. Не будем привязывать к этому слова. Чем грозит привязывание слов, постоянное, к музыке, можете почитать. Я там в группе написал. Не слушайте никаких, так сказать, людей, которые выдумывают всякую ерунду. Музыка это просто наука. Это просто сочетание звуков, которые мы с вами можем изучать. Если у человека есть способность, если он одаренный, может запоминать эти все сочетания, то он-то сможет и играть. И музыка просто вызывает у человека те или иные впечатления, эмоции. В ней нет ничего сверхъестественного на самом деле. Вот. Поэтому. Смотрите. К нотке фа. К нотке фа. На этой нотке мы будем использовать аккорд фа-мажор. У него звуковой состав фа-ля-до. И подставим в таком вот виде. Ля-до-фа. Дальше. Ф. Аккорд. Дальше. Аккорд Г7. Это соль-септ. У него звуковой состав. Соль-си-ре-фа. Септ-аккорды малые мажорные. Их можно использовать с пропущенной квинтой. И здесь мы подставляем соль-си-фа. Видите? Ре нету. Она как бы лишняя. Вот по три звука. И важно, чтобы была атерция. Чтобы было слышно, что это именно мажорный аккорд. Вот. Малый мажорный септ-аккорд. Соль-си-фа. Пропущена квинта. А в левой тоже. Тоже они с пропущенной квинтой. Это, кстати, нам позволяет хорошо тритоновой заменой пользоваться. Но сейчас до нее дойдем. Дальше. На нотку ми подставляем ми минор. Ми минор это нотки ми-соль-си. Тут будет соль-си-ми. Ну раз мелодия ми. Вот. И дальше мы нотку си перемещаем на си-бемоль. О. А здесь получается аккорд. А7-бемоль-9. Это получается малый мажорный септ-аккорд, но еще с малой ноной. И получается тогда уже малый мажорный нон-аккорд. У него звуковой состав. Ля-до-диез-ми-соль-си-бемоль. Вот. И здесь из него звучит лишь часть. Соль-си-бемоль-ми. Видите, как хитро получается. Вот такая часть из него звучит. Я это так понял. Но в импровизации, если мы будем ходить по звукам, входящим в этот аккорд, мы будем ходить по звукам ля-до-диез-ми-соль-си-бемоль. А это, смотрите, что нам дает. Что нам это дает. Это нам дает то, что мы можем импровизировать вот в этом месте по всем звукам второго ряда рассекать. И еще даже захватывать ля. С первого ряда. Видите, большое поле для импровизации. Вот. Я в Hello Dolly, когда был аккорд, который по всем клавишам одного ряда вот эту вот цепочку вставлял. Вы можете посмотреть. Дальше. Значит, А7-бемоль-9. Дальше идет аккорд ДМ. Ре-минор на нотку Ре. Ре-минор это звуковой состав. Ре-фа-ля. Ре подставляем. Фа-ля-ре. Вот. Дальше идет аккорд Г7-бемоль-9. Ага. Уже соль малый мажорный нон-аккорд. У него звуковой состав получается соль, си, ре, фа и еще ля-бемольчик. Вот такой вот. И получается тоже весь третий ряд наш в импровизации. И можно соль еще добавлять. То есть, пожалуйста, можно импровизировать. И здесь получилось, что из него используется фа-ля-бемоль-ре. Вот. Фа-ля-бемоль-ре. Может быть, тут есть какой-то принцип, что пропускается. Но я пока в этом, если честно, не разбирался. Просто предлагаю вам как есть. Тут почему-то они получаются без терции. А7-бемоль-9 это ля-до-диез-ми-соль-си-бемоль. У него до диеза нету. Здесь. И здесь тоже Г7-бемоль-9. У него си нету. Вот. И основного тона у них тоже нет. Только в басу получается. Вот. А терция почему-то пропущена. Не знаю, я еще до такой степени гармонию не изучал. Вот. Дальше. Дальше идет до мажор. К нотке до подставляется ми-соль. Ми-соль. Дальше. Нотка соль перемещается в нотку си-бемоль. И получается. А в басу... А в басу... До этого у нас все было стандартно. А вот здесь в басу нужно взять соль-бемоль. Вот это и есть тритоновая замена. Вот это и есть тритоновая замена. Дело все в том, смотрите. Вот у нас есть аккорд просто. С7. До септ. До ми-бемоль-соль-си-бемоль. Если мы в этом аккорде понизим квинту соль и получится соль-бемоль, то получится, смотрите, какой аккорд. До ми-соль-бемоль-си-бемоль. До ми-соль-бемоль-си-бемоль. И если мы дальше от нотки си-бемоль построим вверх тоже малый мажорный септ-аккорд и в нем понизим квинту, то получится, что он включает в себя такие же точно ноты, как и аккорд, который у нас был до этого. Видите? И до есть, и ми есть, и соль-бемольчик, и си-бемоль. И значит, мы можем взять и в бас сделать эту нотку соль-бемоль. Вот как-то так это работает. Посмотрите, что это получается на практике. На практике мы должны вместо аккорда с7 играть с7-5. С7-5. Это вот я в рэпе так и делал. А бас вместо баса до будем играть бас, вот этот соль-бемоль. Смотрите, как его играть. Соль-бемоль нас помогает нам ряду третьим пальцем. Сначала непривычно, потом привыкните. То есть было-то у нас вот такое, а стало... Вот так и используется тритоновая замена. Так она и используется. Дальше. На нотке фа, фа-мажор. Ля-до-фа. На следующей нотке фа, вот тут опять интересно. Х7-бемоль-5. Си-септ, малый-мажорный, с пониженной... С пониженной квинтой. Но бас обычный, у него си, то есть... Это просто, видимо, он сам с пониженной квинтой, да? Но это не тритоновая замена. Я так понимаю. Просто то, что он с пониженной квинтой. С пониженной квинтой. Давайте посмотрим, что из себя представляет си, малый-мажорный септ, с пониженной квинтой. Си-рэ-диэс-фа-диэс-ля. Это просто си-септ, малый-мажорный. А фа-би-кар, фа-би-кар, если сделать... То получится си-рэ-диэс-фа-би-кар-ля. Вот. А здесь он представлен как си в басу, а вверху ля-рэ-диэс-фа. Вот. И поэтому это действительно сюда подходит. К нотке фа. Вот она, это пониженная в мелодии. То есть получается ф и потом вот этот ха-семь-бемоль-пять. Дальше. К нотке ми мы подставляем соль-диэс и ре внизу. Получается соль-диэс-ре-ми. Это вот и получается опять тут тритоновая замена. То есть это ми-септ, малый-мажорный с пониженной квинтой. У него звуковой состав ми-соль-диэс, си-бемоль. Ре. И вот здесь в басу используется как раз таки си-бемоль. Тоже так же третьим пальцем. И это звучит достаточно интересно. Это я в репе как раз использовал. Вот. Дальше а-семь. ля-семь-мажорный соль-до-диэс-ми. А дальше д7-бемоль-пять с басом ля-бемоль. То есть опять тритоновая замена. Малый-мажорный ре-семь-таккорд это ре-фа-диэс-ля-до. Если у него понизить квинту, получится ре-фа-диэс-ля-бемоль-до. Ре-фа-диэс-ля-бемоль-до. И вот этот ля-бемоль будет у нас в басу. Ля-бемоль будет в басу. А фа-диэс-до-ре будет у нас, значит, в мелодии. Фа-диэс-до-ре. Ну не в мелодии, а в трех верхних голосах. И вот это так получается. Здесь ведь можно, где тритоновая замена, брать и просто малый-мажорный септаккорд. Но если он, если в мелодии вот не этот звук. То есть можно упростить. Да, вот тут так вот хитро, интересно. Видите, как сконструировано. До такого и не додумаешься. Своими собственными силами. Вот. Дальше Г7. Фа-си-ре. И в конце ми-соль-до. Бас-до. А вправо еще, смотрите, как. Ре-фа. А потом до-ми вот так вот украшен. Здорово, здорово, товарищи. Здорово. И давайте еще раз послушаем, как это чудо природы, чудо техники, как это звучит. Ой, здорово, здорово. Феноменально, феноменальная гармония. Действительно, действительно, спасибо вам огромное за такую подсказку. Тут вот можно изучать, так сказать. У меня весь мир прям перевернулся, когда эту гармонию поиграл. И я попробовал поимпровизировать по этим звукам. Посмотрите, как интересно тут получается. Ну, как-то так. Если пытаться по этим звукам, это можно, вот этот навык, его можно расширять, пытаться что-то искать. И такая интересная импровизация получается, да. Но для этого нужно обязательно поиграть арпеджио вот таких аккордов, у которых есть пониженная квинта, например. Вот. Надо мне потренироваться и, может быть, по вот этой цифровке поиграть импровизацию. Интересно получается. Это уже целый джаз прям тут рисуется. Но джаз, как мне подсказали, в истинном виде, это когда обязательно присутствует блюзовая гамма. О, как, товарищи! Блюзовая гамма. Не просто... Хотя я, например, читал, есть такой джаз, когда импровизирует, обыгрывает звуки аккордов. Не знаю. Но, тем не менее, такую информацию я знаю, поэтому не буду упускать ее из внимания. Ну что, такая вот импровизация, своеобразная, сложная. Надеюсь, вам понравится. Присылайте, у кого еще есть какие идеи по поводу гармонизации мелодий. В общем-то, мне это очень интересно самому изучить и другим показать. С вами был Александр Плей, Викинг Музыки. Увидимся на следующем видео. Всем пока. Я исчезаю.